Добрый день, в эфире программа Paradox, я ведусь Степан Демур, телефон студии 6510-996, код города 495, звоните, задайте вопросы. Сегодня мы будем обсуждать такую очень, на первый взгляд, милую тему. Как вы знаете, на Западе сейчас набирает силы движение по легализации всего и вся, имею ввиду однополых браков и тому подобное. Ну и разных, как у нас говорят в Думе, пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений. Это я к чему. Посмотрел тут кадры такие забавные, как танки покрашенные цвета радуги соревнуются в биатлоне. Вроде забавно, но потом посмотрел на спецификацию этого биатлона. Оказывается, нужно уничтожить расчет, по-моему, ПТУРС или противотанкового ружья, потом пострелять по вертолету с маленькой дистанции, разумеется. Ну и пульнуть по какому-то объекту с расстояния, по-моему, 1500 или 1600 метров, что там было сказано. Ну так это все выглядит забавно. Да, танки покрашенные Т-72, покрашенные цвета радуги. Это вот в тренде, в теме, что называется. На самом деле, я не особо силен в обороне, но, скажем так, пораскинув мозгами и почитав немножко о том, какой, скажем, огневой мощью обладают танки Эбрамс, ну вообще-то они могут спокойно в состоянии 2500-3000 метров поразить наш танк, что они делали в Ираке. Причем стреляли они, были случаи, через дюны, то есть через песок и поражали танк. И расчеты вроде сейчас уже с противотанковыми ружьями, они не бегают. И вообще-то, чтобы наш танк выжил изначально, обнаружение со спутника, потом его должна накрыть артиллерия, и потом вертолеты, и авиации. Только потом он может добраться до того, чтобы уничтожить какой-то расчет или чужой танк. Причем такой биатлон уже в НАТО был в свое время, но НАТО от него отказалось. По простой причине, что результатов ноль, никакая выучка на поле боя не приобретается, деньги только тратятся. Вот так ли это на самом деле, и вообще каково сейчас состояние наших вооруженных сил, мы обсудим с Игорем Юрьевичем Коротченко, главным редактором журнала Национальной обороны. Добрый день, Игорь. Добрый день. Юрий Ильич, ну как вам цвета радуги? Ну, понимаете, я понимаю ерничество, так сказать, там где-то на форумах, но если говорить серьезно, то основная идея танкового биатлона, который был проведен в Алабино, у нас там отличный полигон, где можно смоделировать условия реального боя. Вот основная идея, это расширить спектр решаемых боевых задач в условиях реальной войны. Танки до сих пор у нас, экипажи тренировались по курсам стрельб, которые были утверждены там еще достаточно давно. А между тем, вот недавняя война с Грузией показала, что в ходе боевых действий стрелять приходится сходу, решения принимаются моментально, цели появляются неожиданно. И основная идея танкового биатлона максимально приблизить, вот, казалось бы, такие военно-технические аспекты к условиям реальных боевых действий. Это была основная цель и задача, когда экипажи стреляли сходу не по классическим курсам стрельб боевых, а исходя из реальной ситуации. Могу сказать, что у нас участвовали экипажи, во-первых, как бы шло соревнование между российскими танкистами, между лучшими экипажами четырех военных округов с одной стороны. А с другой стороны, вторая часть соревнований была международная. Лучший российский экипаж соревновался, соответственно, с танковыми экипажами из Белоруссии. Соответственно, членом УДКБ, нашим ближайшим стратегическим союзником, танковые экипажи из Казахстана и из Армении. Могу отметить, что лучшим стал экипаж российский в международной части соревнований. Он же представлял и победителя в российской, собственно, отборочной группе. Это танковый экипаж западного военного округа. Что касается раскраски, понимаете, ну, здесь основная идея была такая, чтобы на поле боя, учитывая, что все это шло в эфир, зрителям и телезрителям можно было достаточно безошибочно определить, а, собственно, какой танк выполняет под каким национальным флагом тот или иной элемент. В целом, я хочу сказать, что в вооруженных силах вот эти соревнования были восприняты крайне позитивно. Ну, во-первых, это возвращение к традициям, когда определяются лучшие. Кстати говоря, экипаж-призер получил автомобили Нива. Знаете, такие простые русские ребята, танкисты невысокие, кряжистые, чумазые лица. Это простые парни из русских регионов, вот, срочники, тем не менее, очень эффективно показали себя. И, кстати говоря, вот не могу согласиться с тем тезисом, что танки наши уступают супостатски. Я не сказал, что уступают, просто условия проведения какие-то смешные. Нет, нет, смотрите. Во-первых, как бы, да, здесь танки были Т-72, Т-72Б. Для чего была выбрана эта модель? Только для того, чтобы дать возможность нашим коллегам из страну ДКБ, ну, участвовать на равных. Разумеется, у нас сегодня есть танки гораздо высшего класса. Это, прежде всего, Т-90, модернизированные образцы которого были недавно показаны, приняты на вооружение. Но это машина, которая ни в чем не уступает тому же Абрамсу, либо новейшей модификации Леопарда. Кстати говоря, стреляет и поражает цели на дальности до 5 километров. А зачем это стрелять на 1500? Ну, смысл? Я не понимаю, смысл? Это же нереальные боевые действия. Понимаете, давайте вот начинать, как говорится, с малого. Это первые соревнования танковые, которые были проведены. В следующем году ожидаем, что в них примут участие танкисты из США, Италии, а также еще ряда стран НАТО. Предварительная договоренность такая достигнута и подтверждена на уровне военных руководителей. Там уже, очевидно, с нашей стороны будут участвовать танки Т-90С. Ну, а американцы и натовцы, очевидно, будут на Леопардах и на Абрамсах. Вот посмотрим, как говорится, кто чего стоит. Вообще, в принципе, лучшим показателем возможности наших танков является объем мирового экспорта. Вот мы сегодня занимаем первое место по объему мирового экспорта. И очень многие предпочитают закупать страны, в частности Индия, лицензионный контракт на производство более 300 танков Т-90С. Индия сегодня претендует на роль региональной сверхдержавы. У них основные проблемы с Китаем и Пакистаном. Так вот, Индия предпочитает именно российские танки. Целый ряд других стран тоже предпочитает. Цена российского танка, как ее можно сравнить, например, с тем же Леопардом или Абрамсом? Дело в том, что коммерческая цена, экспортер ее не разглашает, в данном случае Рособоронэкспорт, потому что это конкретные договоренности с конкретной стороной. За счет того, что, во-первых, учитывается ряд вопросов, связанных с техническим обслуживанием, есть ли там весь жизненный цикл, либо частичный жизненный цикл. Но они дешевле все равно значительно, чем американские машины. Вы знаете, я не могу сказать, что дешевле значительно. Да, мы, скажем, в этом сегменте наш танк стоит немножко дешевле, чем, допустим, Абрамс. Но те же Абрамсы горели в Ираке и горели в Афганистане. Можно посмотреть, как талибы и иракские постанцы уничтожают охваленную американскую технику. Здесь главный показатель — комплексность. Могу сказать, что новые версии, особенно модернизированные, Т-90 — это отличная машина. Я думаю, что мы с ними можем претендовать на хорошие позиции в том международном танковом биатлоне, который пройдет в следующем году. С маяской дистанции стрелять, да? Еще раз говорю, 5 километров мы можем стрелять из Т-90. Западные танки не могут похвастаться такими характеристиками, прежде всего за счет того, что мы выстреливаем управляемой ракетой. И наведение осуществляется, ну, фактически в режиме высокоточного оружия. Но конкретная танковая дуэль — это всегда конкретная танковая дуэль. То, что показывает, разумеется, это не война, где там заранее невозможно предусмотреть любые ситуации. Но то, что было показано в Алабине, это максимально приближенно к боевым условиям военно-прикладной соревнования. Ну, я здесь с вами не соглашусь, конечно, там ничего боевого не было. Нет, ну как не было. Во-первых, шла стрельба по мишенному полю, которое имитировало танки, вертолеты, преодоление минного поля. Это вертолет противника будет так медленно баражировать над танком, да? А не где-то вышел, после ушел. Ну, дело в том, что, понимаете, когда мы думаем, что все так автоматизировано и роботы там против нас воюют, я могу сказать, что реальные боевые действия с участием танков, которые проходили на протяжении последних десяти лет, они показывают, что до высокотехнологичной автоматизированной войны еще очень далеко. Ну, я с вами не соглашусь по одной простой причине, что вот когда была буря в пустыне, потом очередное там освобождение несчастных иракцев и насаждение демократии, было же выложено очень много видео с Апачей, как они уничтожали танки. Ну, это... Это жесть. Он просто выходит за холма, убивает, уходит. Это значит, была плохая ПВО у иракских... Мы должны прорываться, извините. Добрый день, снова программа «Парадокс». Обсуждаем мы состояние вооруженных сил, а именно танков, в связи с тем, что у нас введена новая дисциплина, танковый биатлон. У нас в гостях Игорь Юрьевич Короченко, главный редактор журнала «Цельная оборона». Вот, Игорь Юрьевич, вы сказали вот две интересные вещи, на самом деле. Первое, вот, было воспринято в войсках. А может быть, просто люди радовались, что им дали горючку и пострелять для разнообразия? Да вы знаете, у нас горючкой пострелять уже, наверное, года три или четыре, как армия не испытывает никаких проблем. Другое дело, что действительно, вот, элемент состязательности, он должен быть, потому что войска должны находиться постоянно в процессе боевой учебы. Ну и заканчивая тему с иракскими танками, понимаете, танки не воюют в одиночку. Если у Саддама Хусейна не было дееспособной ПВО, собственно, его и расстреливали, армию, как в тире. Но я хотел бы посмотреть, как сунется Апач, когда ему в лоб, скажем, либо Бук, либо Тор, либо Тунгуска зашарашит, так сказать, либо ракету, либо очередь из крупнокалиберного пулемета. Мало не покажется. Поэтому, разумеется, любые боевые действия должны планироваться комплексно, и танки сами по себе не воюют, они воюют во взаимодействии с другими подразделениями, что и дает успех в бою. В целом, по прогнозам, во всяком случае, военных аналитиков, и у нас, и на Западе танки еще как минимум 30-40 лет будут оставаться основным огневым средством решения победы на поле боя. — А вот вопрос-то, второй вопрос тоже возник. Слушайте, а почему у нас танкисты все время чумазые? — Ну, понимаете, чумазые, это так вот, мы привыкли. На самом деле, они не чумазые, потому что танки внутри, по крайней мере, новой версии, вот в частности Т-90, они вполне комфортные. У нас даже вице-премьер Дмитрий Рогозин, ну, он такой солидный комплекс, тем не менее, испытав Т-90 в Нижнем Тагиле, был в восторге от машины, поэтому вот чумазость такая, это остается все-таки в 60-70-х годах. Сегодня ребята вполне комфортно чувствуют себя в танках, среда обитаема там вполне. Ну, и хочу сказать, что, в принципе, новые модели, которые сегодня разрабатываются, это танк «Армата», он будет у нас отличаться от традиционных танков по компоновочной схеме. В 2015 году начнется серийное производство, а уже в этом году первый такой танк, правда, в закрытом показе, будет показан на выставке в Нижнем Тагиле. Там бронекапсула, боекомплект вынесен за пределы, собственно, среды обитания, исключительно комфортные условия и безэкипажная башня. В целом, это будет такой танк-автомат, который будет весьма эффективен с точки зрения решения боевых задач уже в ближайшие годы. Кстати, вот про «Армата», ведь это, по-моему, впервые в России, если не ошибаюсь, отошли от принципа, что людские ресурсы у нас не ограничены. Потому что вот я смотрю, посмотрел, как устроен тот же «Эбрамс», «Миркава», там в основном-то упор делается на то, что экипаж должен выжить черстным железом, но экипаж нельзя терять. А у нас ведь, если не ошибаюсь, до этого была философия такая, что людские ресурсы не ограничены, главное – железо. Ну, это не так, потому что защищенность даже состоящих на вооружении танков в российской армии, она достаточно велика. Ну, вот еще раз, Т-90, он обладает всем необходимым для того, чтобы противодействовать, в том числе, высокоточному оружию за счет целого ряда решений, которые реализуются на поле боя. А что касается «Арматы», да, но здесь важно понимать, что у нас происходит отказ от прежнего советского подхода, когда было там 5 или 6 образцов танков, 5 или 6 образцов ракет там баллистических и так далее. Сейчас все-таки экономика рыночная заставляет думать прагматично, поэтому создаются платформы. Вот «Арматы» – это базовая платформа, на ее базе будет основной боевой танк, тяжелая боевая машина пехоты, ремонтно-эвакуационная различные версии и так далее. То же самое практически любой образец, который мы современно берем – это платформа. И вот «Арматы» – это платформа, и действительно вопросам выживаемости экипажа уделяется приоритетное значение. Это так. Скажите, пожалуйста, а вот почему, все-таки возвращаясь к вопросу на биатлоне, вы сами сказали, что сейчас на поле боя должен действовать комплекс, чтобы обеспечить выжимаемость танка. Не просто вот бегает один танк, что-то там стреляет. Почему вот этого нет? Но мы ведем не… Потому что, извините, я сперебью. Каждый раз, когда разговариваешь с людьми после очередных учений, ну как-то впечатление, что взаимодействия между родами войск либо отсутствуют, либо, скажем так, не совсем развитые. Даже, если не ошибаюсь, министр Шойгу сказал, что связь очень плохая, например. Вот просто смысл, вот еще раз, я не понимаю. Я налогоплательщик, да, вот расходуются деньги на непонятные лично для меня игры. Может быть, я что-то не понимаю в военном деле, но вот так одиноко бегающий по полю танк, периодически постреливающий из каких-то малых дистанций по каким-то непонятным целям, как хотелось бы видеть, например, вот целый комплекс, да, армейское ПВО защищает танки, летают достаточно быстро на большом расстоянии вертолеты, пусть даже муляжи радиоуправляемые, их уничтожают, и вот так вот и показано, как все это работает. Или это будет слишком дорого? Ну, во-первых, для чего нужны данные соревнования? Они нужны для того, чтобы выявить лучших в своем классе военной профессии. Ну, смотрите, эти лучшие на поле боя, они привыкли к одному, на поле боя они просто не выживут, они же не могут работать вместе с другими комплексами. Так вот, именно поэтому и проводится танковый биатлон, где целый ряд упражнений, он не канонический, их нет в боевых стрельбах, которые, в курсе боевых стрельб, которые существуют сегодня. Например, стрельба с ходу. А для реального боя это то, что необходимо. И задача танкового экипажа — обнаружить противника и его поразить. Либо пройти какие-то препятствия, минные поля, остаться живыми. То есть вот мастерство каждого конкретно взятого элемента боевого построения и дают нам в конечном итоге победу. Но здесь невозможно смоделировать реальный общевойсковой бой. Поэтому речь идет о том, чтобы выявить лучших танкистов. Далее, очевидно, уже поступили предложения проводить такие же соревнования, скажем, выявить лучший экипаж БМП и так далее. А все это в конечном итоге работает на результат боевой подготовки. Боевой подготовки армии. Армия предназначена для войны. И как раз для налогоплательщика чрезвычайно важно, чтобы деньги тратились не только на закупку вооружений, но и на то, чтобы люди, которые приходят в армию, могли это оружие эффективно применять. — Ну вот смотрите, все же все-таки вернусь к этой теме. На поле боя, как вы с вами правильно отметили, выживает целый комплекс. В то же время, насколько я понимаю, из того, что вы говорите, у нас практически устарела программа обучения тех же танкистов, например. Почему бы не изменить программу? — А вот по итогам этих соревнований уже принято решение, что будут меняться наборы боевых упражнений, которые должны выполнять танкисты в войсках. Ну а потом то, что вы говорите, вот подготовка к реальной войне, все-таки это не соревнование. Подготовка к реальной войне проводится на военных учениях. Это было вот в частности у нас на ширкомасштабной проверке войск, внезапной проверке войск, уже не дальневосточного, а восточного военного округа. Те же самые задачи будут решаться в ходе стратегических учений «Запад-2013». То есть вот именно там и проводится взаимоувязка всех боевых элементов построения войск, когда совместно работает связь, разведка, навигация, в том числе спутниковая, взаимодействие авиации, армейской авиации, штурмовой, и взаимодействие с танковыми и мотострелковыми группировками. Вот именно там, в ходе вот этих вот учений, там как раз вот полностью работает вся эта военная машина. Сымитировать ее здесь в мирное время на подмосковном полигоне, ну просто по соображениям техники безопасности для зрителей, которые были, просто не представлялось возможным. Поэтому здесь основная задача была выявить лучших танкистов в российских вооруженных силах. И вторая часть провести международный этап соревнований для того, чтобы посмотреть, как мы в рамках ОДКБ, как выглядят наши союзники. Ведь важно понимать, что вот это вот учение, которое прошли, это финал той большой пирамиды, в ходе которых соревновались сначала бригады, дальше армии, дальше военная округа, и, наконец, собственно, лучшие, которые были отобраны, они сюда пришли. А вот наша связь, она же ведь построена, и взаимодействие родов, она построена ведь на системе ГЛОНАСС? Нет, ГЛОНАСС это навигация. Ну, навигация. Система связи, это передача команд боевого управления. А я имею в виду не системы связи, а вот координация действий, скажем. Навигация, да. Сегодня навигация построена именно на российской группировке ГЛОНАСС. Мы не можем пользоваться GPS в военное время, потому что совершенно очевидно, что американцы включат режимы ограничения доступа, либо будут выдавать ошибки, которые могут свести навигацию к нулю. А сегодня все высокоточное оружие, в том числе и которое разрабатывается для танковых войск, во всяком случае новые управляемые ракеты и разрабатываются управляемые снаряды, в том числе они будут использовать ГЛОНАСС-навигацию для поражения целей. Но здесь, конечно, должна работать разведка, которая должна выдать координаты целей, которые затем уже вводятся, скажем, там в чип, в той же самой ракете, либо снаряде, для того, чтобы точно поразить цель. Кстати говоря, еще одна проблема — это беспилотники. Сегодня, слава богу, началось их активное использование в войсках. Но опять же, ставка руководством Минобороны делается на отечественной разработке. Пока используются как отечественные, так и израильские беспилотники, которые были закуплены в предшествующие годы. Но на демонстрации в том же Алабино, которая прошла где-то два месяца назад, Сергей Шойгу ознакомился как раз с перспективными российскими разработками, они сегодня финансируются. И полагаем, что получим все классы беспилотников, включая стратегические разведчики, которые могут там двое суток баражировать и проводить разведку на межконтинентальных дальностях. И кончая российскими ударными беспилотниками, которые целесообразно применять, в частности, на Северном Кавказе в ходе антитеррористических операций. А группировка ГЛОНАСС у нас дееспособна сейчас? Вот в связи с теми проблемами с запусками спутников и с тем, что спутники живут значительно меньше расчетного срока. Здесь вопрос разделяется на две проблемы. Технологическую и техническую. Но это уже проблемы Роскосмоса, они известны. Но то, что необходимо для армии, сегодняшняя группировка ГЛОНАСС обеспечивает. Другое дело, что хотелось бы в резерве иметь большее количество аппаратов с дольшим сроком функционирования. Но это вопрос не к Министерству обороны, а к Роскосмосу. Во всяком случае, то, что мы сегодня имеем с точки зрения ГЛОНАСС, мы решаем задачи навигации и применения высокоточного оружия. А элементная база ГЛОНАСС, она откуда у нас берется? Хороший вопрос. Берется она... И вообще мы знаем, откуда она берется или нет? Это вопрос, опять же, я говорю, к Роскосмосу. Откуда они берут комплектующие? Сегодня, да, очень большая зависимость от импортных комплектующих, к сожалению. Потому что проблема-то в том, что существуют технологии прошивки даже чипов, которые можно просто свести на нет все усилия. Речь идет о программных и аппаратных закладках. Но в государстве существует специальная структура, которая в том числе и смотрит топологию микросхем и чипов, для того, чтобы там таких вещей не было. Но, конечно, надо уходить от этой зависимости. Другое дело, сможем мы это сделать. Будешь вас прерывать, оставайтесь с нами, мы скоро вернемся. Добрый день, мы снова в эфире, программа «Парадокс». В костях у нас Игорь Юрьевич Короченко. Начали мы с обсуждения танкового биатлона, но приходим к более серьезным вопросам сейчас, на самом деле, на мой взгляд. А именно, вот у нас есть доктрина военная? Разумеется, она существует в качестве официального документа. Кто враги в этой доктрины официально определены? Враги, если будем называть его своими именами. Потенциальные агрессоры, да. Вы знаете, ну такого сейчас термина «потенциальный агрессор» не существует. В принципе, любая страна, обладающая достаточным военным потенциалом, чтобы угрожать нашей стране, мы ведем в отношении этого государства, разумеется, превентивные оборонительные меры. Там достаточно подробно все перечислено, хотя, на мой взгляд, конечно, надо менять существующую военную доктрину, но делать ее более такой прикладной, что ли, для того, чтобы уходить от размытых формулировок, а все-таки формулировать все достаточно четко. Здесь важен военный потенциал. Вот в структуре генерального штаба есть главное разведывательное управление, которое занимается стратегической агентурной разведкой, радиоэлектронной и космической разведкой. Это основной добывающий орган для генштаба с точки зрения оценки военных угроз. Так вот, любая страна, которая обладает потенциалом, способным нанести нам ущерб, она должна рассматриваться с точки зрения оценки, каким образом в тех или иных обстоятельствах этот потенциал может быть использован против России. А Китай рассматривается в качестве такой страны? Любая страна, мы не рассматриваем, не называем никого потенциальным противником, либо врагом. Мы оцениваем потенциалы. Поэтому, повторю еще раз, любая страна, которая располагает потенциалом военным, соответствующим, она является предметом изучения и анализа. Безотносительно политического строя, намерений политического руководства и так далее. Потому что сегодня намерения политического руководства того или иного государства, скажем, одни, завтра другие, нам важен потенциал. Поэтому генштаб, российский генеральный штаб ГРУ, оценивает именно военные потенциалы с точки зрения возможности их парирования. И, разумеется, мы выстраиваем группировки войск на тех или иных театрах военных действий для того, чтобы быть готовым, откуда бы не пришла угроза, ее парировать. Ну, просто смотрите, китайцы, типа, в прошлом году они провели учение, где перебросили несколько танковых дивизий на 2000 километров, развивают виды вооружений, такие как град с дальностью 100-150 километров, и, насколько я понимаю, так тихой сапой проводят аннексию Дальнего Востока. Вот что мы можем им противопоставить? Ну, во-первых, я не стал бы говорить о том, что Китай является в настоящее время нашим военным противником, исходя из хотя бы динамики проецирования военной силы Китайской Народной Республикой. Их основная задача — Азиатско-Тихоокеанский регион. Они строят авианосцы, их основные усилия и основные группировки нацелены на решение задач, во-первых, контроля над важнейшими спорными территориями в Южных морях, проецирование силы до Австралии и до побережья США. Для этого строят авианосцы. Ну, и, разумеется, авиация, которая сегодня существует в Китае, также решает эти задачи. Китай, с точки зрения анализа его военной доктрины, сегодня не проецирует силу на Дальний Восток, либо в Сибирь. Это важно. Что касается неконтролируемой миграции, это вопрос. Просто очень странно, что они проводят такие учения, которые направлены, скажем так, на наземные операции, а не на морские операции. Китай комплексно развивает возможности народно освободить на армию Китая. Она именно так до сих пор называется. Ну, выглядит немножко как бы, если бы у нас сейчас РККА, называлась бы, да, российская армия. Но у них вот народно освободить на армию Китая. Тем не менее, данные показывают, Китай устремлен с точки зрения военной и экономической экспансии в Южные моря. И, в принципе, нас это, по большому счету, устраивает. С Китаем, в принципе, сегодня развиваются отношения и военного партнерства. Совсем недавно закончились учения мирной миссии 2013. До этого прошли совместные военно-морские маневры. То есть китайцы демонстрируют нам свое дружелюбие, хотя должен признать, что сегодня происходит конвертация экономической мощи Пекина в военную мощь. Но это, в основном, идет именно, как я уже сказал, на Океанский театр военных действий. Ну, все-таки, вот давайте остановимся на Китае. Насколько я понимаю, это наш главный, скажем так, враг, возможно, потенциальный. Ну, знаете, я не стал бы, все-таки, еще раз говорю, употреблять такие термины. Важно смотреть... Ну, предположим, давайте попытаемся смоделировать ситуацию. Степан, ну, у нас таким анализом, грубо говоря, занимается господин Хромчихин. Я не хочу ему уподобляться, при всем уважении моем к этому эксперту. Вот у него... Просто хочется понять, насколько все эти расходы на армию, они оправданы и ради чего не делаются. Ну, во-первых, у нас вопросы парирования более сильных в военном отношении государств с точки зрения обычных потенциалов, возложены на стратегические ядерные силы России. Любая страна, у которой даже сильные военные кулаки, она прекрасно понимает, с чем она столкнется в случае агрессии против Российской Федерации. Знаете, что такое ядерный удар по экономическим, либо другим центрам той или иной страны, политики очень хорошо представляют. Поэтому против нас замыслов вот такого плана ни у кого сегодня не существует, включая США. Потому что люди реально оценивают наш военный потенциал и возможности. Поэтому мы более сильных в военном отношении государства, либо коалиции государства, сдерживаем за счет ядерного оружия. Тем самым выстраивая стратегическое такое вот уравнение безопасности. Другое дело, реальные угрозы для нас. Сегодня реальные угрозы не Китай, сегодня реальные угрозы Афганистан. Экспорт исламского экстремизма на постсоветское пространство, смена, возможная смена политических режимов, приход исламистов и дальше через Казахстан. Вся эта зараза исламского экстремизма может затронуть уже наши границы. Вот это вот более серьезная вещь с точки зрения реальной угрозы. Она может материализоваться уже в 2014 году, когда НАТО уйдет из Афганистана и там, извините, будет абсолютно хаос. Ну, вы знаете, я немножко с вами соглашусь, потому что до прихода НАТО там были талибы, там был более-менее порядок. И, между прочим, опиумы они практически весь уничтожили. Но, с другой стороны, смотрите, если ислам воинствующий это угроза, то зачем тогда их миллионами завозить в страну из Средней Азии? Мы говорим о том, что не ислам угроза, мы говорим о том, что угроза исламский экстремизм. Что касается вопросов миграционной политики, то, очевидно, ее надо задавать мэром крупных российских городов, а также федеральной миграционной службе. То же самое касается и, скажем, незаконной миграции китайцев на Дальний Восток. Я об этом говорил, ведь, понимаете, сегодня она незаконная, завтра законная, они начнут избираться в органы власти. И потом будет поставлен вопрос, ребят, вообще мы хотим представиться в Китае, что мы сможем предоставить, противопоставить? Уроки Косова, я думаю, они как бы российскими политиками изучены. Поэтому вопросы миграционной политики, это прежде всего господину Ромодановскому вопрос, это не вопросы Министерства обороны. Вопросы Министерства обороны имеют достаточный потенциал для парирования любых угроз. Прежде всего надо рассматривать реальные угрозы. А реальные угрозы у нас, я считаю, их две. Это нестабильность, сохраняющаяся в ряде регионов Северного Кавказа, это первое. И второе, это экспорт исламского экстремизма после того, как американцы и натовцы уйдут из Афганистана, и там, очевидно, к власти пройдут снова радикальные элементы. Вот здесь вопросы практической политики и практического парирования. С НАТО, я полагаю, большая война нам пока не грозит. Во всяком случае, пока у нас есть соответствующий ядерный потенциал. А вот угрозы локальных войн, локальных конфликтов по типу грузинского, это вполне вероятный сценарий в ближайшие 10-15 лет. Что касается таких вот стратегических предвидений, таких вот больших командно-штабных игр, в том числе и по той проблематике, которую вы упоминали, это вопрос, опять же, большого такого геополитического планирования. Этим должен заниматься Совбез, в том числе и в ситуационном центре, который смотрит на 15, 20, может быть, 50 лет вперед. Вот, во всяком случае, такая постановка вопроса, она вполне правомерна. Мы не должны готовиться к воинам, которые вот мы ждем там завтра, мы к ним готовы по большому счету. А вот к воинам будущего, готовы ли мы, в том числе и с военной технической точки зрения, вот здесь вопрос для действительно серьезной работы. У нас есть телефонный звонок. Андрей, добрый день. Добрый день. Хотел бы уточнить у гостя несколько аспектов. Вот, возможно, что мне глубокий замысел биатлона танкового недоступен, так как я давно отказался от употребления алкоголя. Но меня смущает такая странная последовательность, что сначала расформировывается Чехов-7, мощнейшая система РВС, А потом проводится танковый биатлон. Просто без РВС и ПВО. РВСН – это просто набор шахт, которые падают гребняки время от времени. Вот. То есть я логики не вижу в этой последовательности. И по Косово. Вот гость правильно заметил, что там было какие уроки извлечь. А вот как насчет урока в Чечне? Ведь, как показала война в Чечне, главное оружие врага – это предатели в штабах. Вот. В этой связи как поживает там Сердюков, например? Вот. Хорошо ли справляются задачи миробаловецкого траулера «Мистраль». Вот. И самый главный вопрос. Сможет ли танковый биатлон подетить последствия нефти по 40 долларов? Спасибо. Ну, повторяю еще раз. Задача танкового биатлона – это соревнование лучших танковых экипажей. Задача – выявить лучших. Это первое. Во-вторых, дать смысл армии, потому что армия должна действительно стремиться к достижению максимально возможных показателей. В данном случае вот эта концентрация, сублимация, скажем, всех тех возможностей, которые у нас сегодня есть, по крайней мере, в сухопутных войсках. Что касается, как вы говорите, там, расформирования РЛС и так далее, вы знаете, ну, я не знаю, какую вы статистику приводите. Вот у меня другая статистика, что в рамках создания системы воздушно-космической обороны России сегодня строится целый ряд новых радиолокационных станций. Класса Воронеж – это РЛС высокой заводской готовности. И главное преимущество, что их можно за год, максимум полтора, ввести в строй, ну, начав строительство с нуля. И сегодня профинансировано… В Воронеж, в Калининграде, которая? Ну, в том числе и в Калининграде, далее в Сибири, там, в ряде других регионов. Сейчас мы выстраиваем вот эту систему ВКО для того, чтобы по периметру российских границ контролировать воздушную и космическую обстановку. Чтобы, не дай бог, кто-то по нам совершил пуск, а мы вдруг его не обнаружили. Поэтому новые РЛС российские строятся. Что касается РВСН, вы знаете, ну, серийно идет производство новых твердотопливных баллистических ракет класса ЯРС. Шесть ядерных боевых блоков на одной ракете. Соответственно, очень эффективно с точки зрения преодоления системы ПРО там и так далее. Ну, вот вы здесь упомянули Сердюкова. Ну, вы знаете, следствие идет. Политическое руководство страны, по крайней мере, гласно сказало, что следствие будет доведено до финального результата, будет судебный процесс. Давайте подождем, если мы говорим, что мы строим правовое государство. Пусть суд в правовом государстве определит конкретных виновников. Здесь я двумя руками за то, чтобы армия очищалась от коррупции, от тех миазмов, которые были выявлены. По поводу Мистралии, ну, поздно, как говорится, пить боржомия. Дело в том, что контракт по Мистралям уже два года как оплачен и реализуется. Поэтому сегодня надо думать, как наилучшим образом те два Мистрали, которые мы от французов получим, их надо вписать в те боевые задачи, которые будут решать, скажем, Черноморский и Тихоокеанский флот. У нас еще один телефонный звонок. Антон, добрый день. Алло. Добрый день, Антон. Американцы совсем недавно хотели нас втянуть в очередной виток ядерного разоружения. Мы сказали нет. По крайней мере, до истечения действия нынешнего договора по стратегическим наступательным вооружениям мы сокращаться не будем. А новые переговоры будут возможны, если кроме американцев в них примут также участие с задним столом переговоров французы и англичане. То есть сокращать мы не будем больше. Свои ядерные вооружения, в том числе и тактическое оружие. Вынуждены вас прорывать. Оставайтесь с нами. Мы скоро вернемся. Парадокс. У нас в гостях Игорь Юрьевич Коротченко, главный редактор журнала «Национальная оборона». Разговариваем мы сегодня о состоянии российской армии и в состоянии ли она вообще защитить страну. Но вот у меня осталось впечатление такое, что, может быть, оно неправильное, что единственное, что мы можем противопоставить серьезному сейчас противнику, это, скажем так, ядерный жупел, да, РВСН. Ну, во-первых, у нас стратегическая триада. Помимо РВСН у нас есть еще морская составляющая и авиационная составляющая ядерных сил. Но, как говорится, для каждого противника свой щит. Для кого ядерный щит? Для кого щит обычными вооружениями мы выстраиваем? В целом, ведь армия и флоты — это комплексная система, где каждый компонент, каждый элемент, он должен играть свою роль. Разведка, навигация, связь, там, боевое управление и так далее. Я могу отметить, что, конечно, вот с приходом на пост министра обороны Сергея Шойгу были приняты очень важные решения. Ну, в частности, мы создали силы специальных операций, которые предназначены для проведения специальных миссий в глубоком тылу любого противника. То есть на любых театрах военных действий. Это первое. Второе. Шойгу санкционировал создание российского киберкомандования в структуре вооруженных сил, чего тоже до сих пор у нас не существовало. Комплексно решаются вопросы информационного противоборства. Самое главное, все-таки, я считаю, что сделал министр обороны, он привел армию в движение. То, что военные люди должны видеть смысл своей миссии. Они должны заниматься на полигонах, стрелять, выполнять боевые упражнения. Вот все это сегодня делается. И делается достаточно эффективно. В целом, общество и армия восприняли Шойгу исключительно тепло. С ним связаны большие ожидания. Мы же говорим не о новом министре, а мы говорим о ядерных силах сейчас. Ну а что касается ядерных сил, наши ядерные силы способны отразить любую угрозу потенциально. Но для того, чтобы отразить угрозу, мы должны ее зафиксировать, правильно, что произошел пуск. Для этого существует система предупреждения о ракетном нападении. Состоящая из РЛС. Она состоит из двух эшелонов. Космические спутники, которые висят на геостационарной орбите, фиксируют, так сказать, по факелу стартующей ракеты, выдают первый сигнал предупреждения. И у нас работает. И дальше, когда ракета поднимается над поверхностью, уже идет фиксация радиолокационными станциями за горизонтами. Все это комплексно выдает сигнал предупреждения на ядерный чемоданчик президента, министра обороны и начальника генерального штаба. Вычисляется откуда идет. Дело в том, что за горизонт на РЛС не работает, как показал практик. Нет, вы знаете, наши воронежи, они работают очень эффективно. А воронеж работают в станции? Конечно. Я был на одной из этих станций в Лехтусе, в Ленинградской области. Нам показали реально обнаружение объектов, скажем, на несколько тысяч километров. Причем разрешающая способность станции такова, что бейсбольный мяч в космосе, он обнаруживается, фиксируется, выдается. По нему целеуказания. Головка баллистической ракеты, она все-таки побольше, чем бейсбольный мяч. Вообще-то это Чехов-7 так делал. Я не знаю, сейчас способен он делать или нет. У нас сегодня основа. Это новые РЛС типа Воронеж. Советские станции, они уже в значительной мере вырабатывают свой ресурс. Это вот такие бетонные циклопические сооружения, типа усеченные пирамиды Хеопса. Частично они еще остаются в строю, но основа будет принципиально новая. Это Воронежи, новая РЛС высокой заводской готовности, которая в том числе за счет новых алгоритмов работы позволяет классифицировать не только баллистические цели, но и другой широкий класс воздушных и космических целей. Если я не ошибаюсь, единственная станция, которая сейчас у нас может нести постоянное боевое дежурство, это как раз Чехов-7. И там панельные антенны, излучающие, принимающие. У нас система воздушно-космической обороны, она вся функционирует. Все РЛС, которые туда входят, все они работают. Боевое дежурство осуществляется круглосуточно. В том числе и в системе противоракетной обороны Москвы, которая позволяет решать задачи по поражению баллистических целей, которые могут быть направлены против московского региона. В перспективе на смену придет система С-500. Это будет мобильная система, она будет уничтожать уже в том числе прямым кинетическим перехватом головки противника, в том числе и в ближнем космосе. То есть вы утверждаете, что Воронеж не имеет принципиальных конструктивных дефектов? Воронеж — это отличная станция. Мы можем говорить не о конструктивных дефектах, а о конструктивных преимуществах этих РЛС, которые действительно сегодня отражают передовое развитие военной радиоэлектроники в нашей стране. И все это не слова, а результаты конкретных полигонных и войсковых испытаний. Скажите, Воронеж чем охлаждается? Воздухом или водой? Кабинеты? Не в курсе? Ну, модули боевого управления... Не модули боевого управления, а излучающий, принимающий кабинет? Нет, здесь уже вот тех циклопических сооружений, которые требовали подвода воды и все прочее, здесь уже нет. Потому что станция работает на твердотопливных, на твердотельных элементах. Правильно, кабинет называется, их нужно охлаждать. Нет, нет. В Воронеже используется так называемая фазированная антенная решетка, где обеспечивается электронное управление лучом. Поэтому здесь это новый подход, в отличие от советских систем РЛС, которые проектировались, исходя из уровня научно-технического прогресса, достигнутого в 70-80-е годы. В Воронеж все-таки это уже 21 век, здесь иные схемные и технологические решения. То есть проблем с охлаждением там нет, несмотря на ту мощность, которая подается, и проблем с фазированием нет, да, синхронизацией? Нет, нет, абсолютно. Все прекрасно работает. Потому что здесь важны алгоритмы боевой работы, они отработаны. Здесь важно железо, а не алгоритмы. Вы знаете, здесь важно и железо, и алгоритмы. Так вот, с точки зрения своего функционала, Воронеж — это отличная современная радиолокационная станция, дальние локации, которые входят сегодня в систему воздушно-космической обороны, в систему предупреждения о ракетном нападении. И самое главное, что эти станции будут постепенно идти на смену советским РЛС. Вот черт возьми, а мой тесть, как раз генеральный конструктор РЛС, он сейчас, к сожалению, ушел на пенсию, почему-то с вами принципиально не согласен. Он, кстати, был главным конструктором и строил Чехов-7. А вы, кстати, были в Чехове-7? Нет, я там не был. Ух, съездите, посмотрите, это жуткое зрелище. Вы знаете, вот нам важны принципиально новые технологические решения. Потому что сегодня во многом свойства оружия определяют возможности армии и флота решать те или иные задачи. Нет, извините, как может армия и флот решать задачи, когда ваша практически единственная станция, которая несет боевое дежурство, и способна нести боевое дежурство, находится в таком состоянии? Ни охраны, ничего. Это же жесть. Нет, не могу с вами согласиться, потому что, во всяком случае, на тех... Вы же не были в Чехов-7, вы же не видели этот ужас. Еще раз. Там дороги даже нет. Я был на тех объектах, которые реально несут боевое дежурство. Это одна станция, которая несет боевое дежурство постоянно. Нет, вы не правы. РЛС класса «Воронеж» — это основа российской системы предупреждения о ракетном нападении. Поэтому все РЛС, введенные в строй, функционируют в полном объеме. Боевое дежурство несется круглосуточно. Вся необходимая система охраны и обороны объекта функционирует в полном объеме. В том числе и с использованием специальных методов. Скажите, какая часть воздушного... Какая часть... Ну, это все, на самом деле, в открытом доступе есть. Ничего секретного там нет. А вот скажите, вы не в курсе, какая часть территории страны покрыта ПВО? У нас сегодня, к сожалению, ПВО обеспечивается важнейшие административные и промышленные центры, а также отдельные регионы страны. Я могу сказать, что ни одна, к сожалению, сегодня страна мира не может позволить себе создать сплошную ПВО. Нет, я имею в виду даже не возможность поразить цель, а возможность обнаружить цель. У нас существуют бригады воздушно-космической обороны в каждом военном округе. Они существуют. Соответственно, есть зона ответственности для обнаружения целей и их уничтожения как с помощью зенитно-ракетными средствами, так и с помощью истребительной авиации. Есть у нас и перехватчики МиГ-31, которые стоят на боевом дежурстве. Поэтому задача решается комплексно. Их же чуть не списали, по-моему, 31-й, да? Под нож пустили. Нет. Но вовремя остановились. Нет, полки и авиабазы, вооруженные МиГ-31, они функционируют. Эта машина имеет большой модернизационный потенциал. Я думаю, лет 30 они с модернизацией еще и полетают. Все-таки пускать под нож такое эффективное оружие, вы знаете, я думаю, никто не рискнет. Хотя бы с точки зрения здравого смысла. Дай бог, потому что машина, конечно, уникальная, 31-я. Нет, нет, 31-я, они остаются в строю, они будут модернизированы. Это важный элемент, в том числе и системы воздушно-космической обороны. Поэтому никто их списывать не собирается. Все-таки сегодня политика здравого смысла, она превалирует. И, ну, были решения ошибочные. Предшествующий период касался военной медицины, кадров. Это касалось военных академий, училищ. Сегодня все эти решения, они приведены в норму, пересмотрены. То есть училища, которые, академии, которые были расформированы, уничтожены, их будут возрождать или нет? Нет, речь шла о том, чтобы сохранить те военные академии и училища, которые планировались под нож. В частности, академия воздушно-космической обороны в Твери, она сохранена. Военно-медицинская академия в Санкт-Петербурге сохранена составлением на месте прежней дислокации в центре Санкт-Петербурга. То есть, вот, ну, то, что было явно ошибочно, все это в норму приведено. Поэтому я могу сказать, что в целом сегодня вооруженные силы России боеготовы, способны выполнять поставленные задачи. И мне кажется, по мере того, как будет поступать новое вооружение, на что предусмотрено 20 триллионов рублей до 2020 года, мы получим существенное приращение боевой эффективности армии и флота России. — А там сейчас разве нет каких-то поползновений, что-то передвинуть, что-то убрать из этого финансирования в связи с бюджетными проблемами? — Да, Минфин хочет это сделать, но я думаю, что военные должны жестко отстаивать те приоритеты, которые были определены в предшествующий период. Мы не можем идти навстречу аппетитам Минфина, откусить кусок от военного пирога. В конце концов, бюджет был сбалансирован в предшествующие годы, пусть экономят за счет чиновников, которые покупают шикарные мерседесы и иномарки стоимости 5-6 миллионов рублей. — Но они просто очень важны, их нужно оберегать. — Ну, я думаю, их надо секвестировать, в первую очередь, чиновников. — Ну что ж, на этом, к сожалению, время нашей программы подошло к концу. У нас в гостях был Игорь Юрьевич Коротченко, главный редактор журнала «Национальная оборона». Программа была Степана Димура. Удачи вам и спите спокойно.